Мир странный. Вся вселенная очень странная. Но когда вы всматриваетесь в детали, вы понимаете, что правила очень просты. Правила игры, механические правила, с помощью которых вы можете узнать, что именно должно произойти в простой ситуации. Это шахматная игра. Если бы вы играли на доске, где стоит только пара фигур, вы смогли бы в точности узнать, что сейчас произойдет. И вы всегда можете это сделать, если возьмете лишь несколько правил и будете знать, что понимаете их. Но тем не менее, в реальной игре фигур так много, что ты не можешь предсказать, что сейчас произойдет. Так что получается что-то вроде иерархии из разных сложностей. В это трудно поверить, это невероятно, и большинство людей в это не верит, что мое поведение и поведение, скажем, ваше, это результат подчинения огромного количества атомов очень простым правилам, которые в итоге позволяют им эволюционировать в такое создание. Миллионы лет жизни привели к появлению существ с зубами, торчащими вот так и так далее. В мире так много всего. Дистанция между фундаментальными правилами и итоговым результатом такая большая, что невозможно поверить в то, что итоговый результат мог произойти от постоянного взаимодействия таких простых законов. Но вам придется построить длиннейшую лестницу, чтобы добраться до простых правил. Но это не сложно. Их просто очень много. И если вы начнете с самого начала, чего никто не хочет делать. То есть, вы приходите ко мне, чтобы взять интервью, и вы спрашиваете меня о новейших открытиях, которые мы сделали. Никто никогда не спрашивает о простых, обыкновенных явлениях из жизни. Вопрос вроде, расскажите нам о цвете или что-то вроде того. У нас могло бы получиться хорошее интервью. Я объяснил бы вам о цветах, о крыльях бабочки. Рассказал бы все. Вас это не интересует. Вам нужен конечный, грандиозный результат. Тогда и возникают сложности, потому что я нахожусь на острие очень эффективного метода нахождения правды о мире, которому 400 лет. Нам нужно любопытство. Нам нужны люди, задающиеся вопросом, что заставляет вещи происходить именно так. И все это, чтобы открыть, что все ответы на вопросы взаимосвязаны друг с другом. Что явления, создающие ветер, создают волны. И движение воды подобно движению воздуха, подобно движению песка. И тот факт, что у явлений есть схожие черты, становится все более и более глобальным. Мы хотим узнать, как все работает и что заставляет все работать. Но все это любопытство, это вопрос, где мы есть и что мы есть. Разве не захватывающе узнать, что мы находимся на шаре? Половина из нас держится на нем вверх тормашками, и он вращается вокруг своей оси. И есть мистическая сила, которая держит нас на нем. И он двигается вокруг огромной сферы из горящего газа, питающегося огнем, полностью отличным от огня, который умеем делать мы. Ну, мы научились делать этот огонь, ядерный огонь. Но для многих это намного более интересная история, чем рассказы, некогда придуманные людьми, которых волновала вселенная. О том, что мы живем на спине черепахи или что-то вроде этого. Эти истории были прекрасны, но истина заслуживает намного большего внимания. И вот в чем заключается удовольствие от физики для меня. Именно она выяснила, что истина столь примечательна и невероятна. Многие люди, изучившие достаточно, чтобы начать хотя бы немного понимать, как работают вещи, очарованы этим. И это очарование подталкивает их до такой степени, что им удается убеждать правительство продолжать поддерживать их в этом исследовании, через которое человечество узнает окружающий мир. Не забывайте подписываться, ставить лайк и делиться видео с друзьями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова